Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дэниелс. И в суде могут опасаться, что дело против Трампа попросту развалится из-за слишком слабой доказательной базы у прокуратуры Манхэттена. Половина американцев считают дело против Трампа политическим процессом. Под 80% республиканцев уверены, что это охота на ведьм. Три четверти населения думают, что арест Трампа скорее поможет его президентской кампании, и он предстанет жертвой нападок со стороны Демпартии. В вопросах отрыв Трампа от основных конкурентов, включая Де Сантоса, за последние две недели существенно вырос. Трамп же активно призывает республиканцев в Конгрессе встать на его сторону и официально поддержать его выдвижение в президенты. В целом, Трампу удалось вытащить максимум возможного из скандала с угрозой ареста, добавив в себе поддержку, но пока избежав самих судебных неурядиц. Итоговое решение суда Манхэттена будет объявлено минимум через месяц, однако вероятность ареста Трампа в сложившихся условиях явно снизилась. Белый дом провел очередной саммит за демократию, первый с 2021 года. На него не пригласили Турцию и Венгрию, зато позвали Армению. По виртуальной связи с Вашингтоном вышли представители порядка ста стран, кому Байден пообещал поддержку в усилении демократии. На это США готовы выделить аж 690 миллионов долларов в период рекордной инфляции. Даже в самом Белом доме к этому относятся очень скептически. Количество стран, которые США признают демократиями, сокращается уже 15 лет подряд, а в Вашингтоне это называют демократической рецессией. Республиканцы обвиняют Байдена, что его внешняя политика состоит из одних провалов, и он тратит чересчур много времени на пустые разговоры за все хорошее, вроде демократии, пока позиции США в мире быстро ослабевают. Примером этого может стать ситуация с Ираном. На днях стало известно, что Иран и Саудовская Аравия могут при посредничестве Китая урегулировать конфликт в Йемене. Кроме того, Риад готов при определенных условиях примириться с ядерной программой Тегерана, опять же с подачей Китая и в обход США. Фактически, речь идет о попытке заключить новую иранскую ядерную сделку, но уже без учета мнения Вашингтона и Брюсселя. Причем в тот самый момент, когда в Пентагоне пугают, что Иран способен за 12 дней набрать достаточно обогащенного урана для создания ядерной бомбы. Это станет большим успехом для Китая, который начинает играть активную роль в мировой политике. А для администрации Байдена это кажется очередной болезненной пощечиной. И поставит Вашингтон перед фактом приближения постамериканского миропорядка. В Вашингтоне скандал о давлении на независимых журналистов. В центре внимания оказался Мэтт Тейби, друг Илона Маска. Он был одним из тех, кто изучал внутреннюю документацию Twitter и помог Маску разоблачить участие спецслужб США в продвижении цензуры. В начале марта Тейби участвовал в слушаниях Конгрессии. Там он рассказал о том, как ФБР, ЦРУ и Департамент внутренней безопасности заставляли соцсети заниматься цензурой. И зачастую помогали эстеблишменту Демпартии продвигать цензуру в сторону Трампа и его сторонников. Именно в этот момент на Тейби натравили налоговую службу. Там отказались принимать его налоговую отчетность. И отрядили агентов, чтобы те оказывали давление на журналиста. Сам Тейби уверен, что он все налоги выплатил и называет происходящее политическим преследованием. Многие вспомнили порочные практики времен Обамы, когда те же налоговики активно кошмарили консервантивное НКО, помогавшее республиканцам на выборах 2012 года. После долгого разбирательства налоговая служба перед ним «извинилась» в кавычках. Но вся документация по этому делу была утеряна, и никто так и не понес ответственности за случившееся. Сейчас ситуация осложняется тем, что в прошлом году Белый дом пролоббировал радикальное расширение налоговой службы. Ее численность вырастет на 87 тысяч агентов. Она же начала активно закупать оружие для использования во время обысков и рейдов. А Йеллен заявила, что в следующем году количество налогов будет изыскано в более чем на 4,7 триллиона долларов. Республиканцы обвиняют Байдена в создании подконтрольной себе федеральной полиции, которая будет кошмарить всех неугодных демпартий. Тогда под ударом рискуют оказаться не только Трамп или несколько назойливых журналистов, но уже миллионы американцев. Американские ценности стремительно меняются. Опросы в США показывают резкое падение доли патриотического настроения населения. Американское общество с меньшей любовью относится к своей стране сильно менее религиозно и не стремится заводить детей. В 1998 году, всего 25 лет назад, 70% американцев считали очень важным быть патриотами. Сейчас доля таких патриотов упала до 38%. Процент считающих важность ценности религии упал с 62% до 39%, а ценность наличия детей с 59% до 30%. Зато американцы стали больше ценить деньги. Причем сильно просела доля толерантность к другому мнению. На это, очевидно, повлияли свирепствующие в США культурные войны, так сильно раскалывающие общество, что смиряться с противоположной позицией становится невозможно. Лишь 21% опрошенных считают США исключительной страной. Где-то половина уверена, что Америка – лишь одно из значимых государств на планете, а доля тех, кто считает, что другие страны лучше США, взросла от рекордного уровня в 30 лет проведенных опросов – 27%. Расколы усиливаются и по партийной линии, и между поколениями. Молодые люди, миллениалы, изумеры настроены еще менее патриотично или религиозно. И именно американская молодежь в массе своей считает остальной мир лучше США. Первые последствия слома старых ценностей уже проявляются, например, обвал уровня рождаемости. А остальные, например, отказ от доктрины американской исключительности, начнут появляться только со смены поколений стареющей вашингтонской политики. Это рано или поздно произойдет, хотя бы из-за биологических причин. Усиливается борьба на республиканских праймерисе. На первый план выходит внешняя политика. Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине за 24 часа. В случае избрания он хочет устроить переговоры, правда, продолжает держать в секрете условия перемирия. Десант, в свою очередь, как бы самоустранился от Украины. Он осудил действия России, но продолжает считать происходящее вокруг Украины неприоритетом США. За это на него тут же ополчились демократы, буквально обвиняющие Десантеса в том, что он оправдывает Путина и сдает позиции США в угоду России. Своего плана по Украине Десантес так и не представил. Зато Десантес собрался в международное турне в Израиль. Он называет себя самым произраильским губернатором США. Нынешний визит на фоне волны протестов в Израиле становится как бы жестом поддержки республиканцев в адес Нетаньяху. Тот и сам недавно признавал, что хотел бы видеть Десантеса на посту президента США. В последних опросах Трамп увеличивает отрыв от Десантеса, он уже доходит до 25%. Однако на уровне отдельных штатов Десантес имеет шансы конкурировать с Трампом. Например, в одном опросе Десантес обходит Трампа в Айове и идет нос к носу с ним в Нью-Хэмпшир. Впрочем, до голосования в первых штатах на праймерис остается 10 месяцев. И за это время еще многое может поменяться, но прямо сейчас преимущество на стороне Трампа, и он заранее старается застолбить за собой победу на праймерис. Кое железо пока горячо. Во время слушаний в судебном комитете Сената сенатор Джордж Холли назвал приложение CBP One консьержслужбой для нелегалов, похожее на Ticketmaster, созданной, чтобы нелегальным иностранцам можно было быстро впускать в Соединенные Штаты. В январе DHS Байдена запустила новый компонент мобильного приложения Custom and Border Protection CBP One, который позволяет нелегалам назначить встречи на границе США и Мексики, чтобы их можно было быстро пропустить на территории США. Секретар DHS Александро Майорко сопроверг заявление Холли, назвав его полной неверной характеристикой программы, хотя он не уточнил, что было именно искажено. «Как только нелегальные мигранты звонят по телефону и резервируют время, чтобы прибыть на границу, они пользуются услугами консьержа, которые вы для них создали», — продолжил Холли, цитируя сообщение местной техасской газете о программе. «Когда они приезжают, им не дают каких-то интервью, не сдают неудобных вопросов о каких-либо уязвимых местах, а их просто впускают на территорию Соединенных Штатов Америки». Федрезерв без особых сюрпризов повысил ключевую ставку на 25 пунктов, вплоть до 5%. Темпы повышения ставок замедлились на фоне банковского кризиса, а нынешнее решение может оказаться последним, ведь со ставкой выше 5% банкам придется совсем тяжело. За последние несколько недель баланс ФРС вырос более чем на 300 миллиардов долларов. Это те деньги, что финансовым властям США пришлось влить в банковскую сферу, пытаясь избежать ее коллапса. Федрезерву удалось временно купировать кризис, однако состояние региональных банков США остается плачевным, особенно маленьких банков. В ближайшие месяцы от ФРС ожидают вливания в общей сумме до 2 триллионов долларов наличности в американскую экономику. В таком случае удастся спастись окрахом ноги банки, однако обострятся уже другие проблемы, но в первую очередь инфляция. Сегодня решение по ставкам можно назвать началом разворота в политике ФРС. Ближе к осени Федрезерву, вероятно, придется ставку уже понижать, особенно в случае, если США действительно окажутся в рецессии, как ожидают многие экономисты. В 2024 году задачей ФРС будет попытка обеспечить макроэкономическую стабильность на фоне президентской гонки, которая и так обещает быть крайне бурной. Если же на этом фоне разыграется еще и большой кризис, то США могут грозить очень серьезные потрясения. Ключевая ставка в США достигла максимума с предкризисного 2007 года. Политический класс в Вашингтоне очень не хотел бы повторения тех событий, которые бы поставили крест на шансах демократов удержаться у власти, сделав гораздо более вероятной победу Трампа или Десантеса на следующих выборах. Продолжение следует... Продолжение следует...